Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Шеремет рулит. Да, здравствуйте. Шеремет не только рулит, спорит, ругается, говорит и показывает. На Урале, да и вообще в целом по России дичайший дефицит рабочей силы. Дичайший дефицит на всех промышленных предприятиях. Ну, в таких более-менее крупных областях тысяч по сто не хватает. Самых разных рабочих на самых разных местах и не только рабочих. Всех не хватает. В общем, достаточно крупный представитель Свердловских властей, директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов на днях сказал, что уже категорически не хватает и мигрантов из Узбекистана, Таджикистана, из Кыргызстана, из Кавказа не хватает. Ну, за Кавказей я имею в виду. Категорически не хватает. Стоит вопрос о том, что уже в этом 2024 году к нам приедут гастарбайтеры из Индии, Пакистана, Бангладеш и Шри-Ланки. Ну, многие в шоке. Но, понимаете, проблема состоит в том, что мы, белые, ну, традиционные жители России, категорически не хотим работать на заводах, мы не хотим работать на фабриках, мы не хотим строить, мы не хотим и боимся воевать, мы не хотим выпускать вооружение. Ну, не то, что гипотетически, да, мы все такие, было бы неплохо. Но вот прийти к станку встать, нет, мы не хотим. Мы много чего на самом деле хотим. То есть много чего не хотим, мы много чего хотим. Мы хотим стопроцентно получать высшее образование, мы хотим юристами быть, экономистами, банкирами, журналистами. Мы хотим бухать, колоться. И очень, очень, и мужчины, и женщины не хотят рожать детей. Ну, а еще мы очень хотим вести красивую жизнь, как в глянцевых журналах. И категорически не хотим мигрантов. Ни таджиков, ни узбеков, ни киргизов, ни индусов, тем более, ни пакистанцев. Но работать реально некому. Сегодня эту проблему будем обсуждать с экспертом по управлению людьми Ольгой Чебыкиной, управляющим партнером компании HR Leader. Ольга, здравствуйте. Добрый вечер. Как вам такая новость, что скоро к нам приедут индусы и бангладешцы? Ну, для нас все очевидно с сентября 2009 года. Так, не понял. Все началось очень давно. Про кадровую яму все знали и очень давно. Яма случилась в сентябре 2009 года? Нет, прогноз. Яма вышла в сентябре 2009 года. Очень давно. Совбез нам все рассказал, как все будет, как мы будем терять в течение 25 лет. Все сбылось или только хуже стало? Хуже стало, потому что нагрузка 2021-2022 года произвела дополнительный отток человеческого капитала. И дальше еще и затормозила рождаемость. Умерла во время пандемии ковидлы, и огромное количество годных мужиков уехало на фронт. Ну, вот смотрите, там не то, что умерла в ковид, это не единственная реакция. Первое, это, конечно, количественное снижение, безусловно. И СВО, и пандемия, они на это повлияли. Второе, на всю остальную массу населения, которая жива, здорова относительно, это повлияло с точки зрения ресурсности. То есть ресурсность снижается. Вот сегодня у нас тоже выйдет статья, опять очередная, опубликованная, которую коллеги наши написали с работы РУ, о том, что синдром эмоционального и профессионального выгорания продолжает прогрессировать. Что бы ни делалось, да, и как бы мы не хотели обращать внимание на эту проблему. Эта проблема растет. Ну, то есть, если мы говорим про персонал, про людей, которые работают, производительность и продуктивность их труда, тех оставшихся, которые остались, она критически снижается. Ну, то есть тенденция на снижение будет продолжаться. А экономика требует роста, да, в экономике много работы, нужно чем-то закрывать. Ну, то есть вот на нашем местном персонале произошло вот это. Если мы говорим про приток наших замечательных гостей, из соседних республик, которые к нам приезжали и дополняли наш рынок труда, за последние три года с ними тоже много чего произошло. В пандемию они уехали, и не все вернулись после того, как открыли снова ворота, да, и снова мы начали работать. Потом произошли определенные законодательные изменения с точки зрения СВО. Это тоже произвело отток. Ну, не хотят они идти воевать, это же они тоже люди, да, и они обратно поехали домой. Плюс экономики тех стран, откуда мы потребляли персонал, вот эту рабочую силу, да, они начали расти в том числе. Посмотрите на Узбекистан, посмотрите на ту же Киргизию, они начали расти. У них там появилась работа. И эти люди там стали востребованы. А что они поедут от своих семей, если они там могут заработать? Зачем им это? Ну, то есть отток, он идет с разных сторон, да, и влияние на то, что осталось, оно тоже значительное на сегодняшний день. Конечно, сейчас появляются, допустим, те же сервисы психологов, да, когда ты можешь позвонить, если что, поговорить, ну, не то чтобы спасти свою жизнь, а чтобы ресурсность свою повысить, да, онлайн-сервисы такие есть, да, корпоративные психологи. Не таджики и узбеки, не таджики и узбеки. По телефону? Ну, и грамотные таджики и узбеки, поверьте мне, тоже есть, и они тоже это делают. Конечно, есть, как их нет? Вот. Я просто с трудом представляю, что они психологу по телефону свою ресурсность повышать. Ну, возможно, да, но это не наша компетенция, да, они там у себя в странах это пусть делают, да, нам своих бы, да, поднять в ресурсности. С другой стороны, вот 2009 год, когда мы знали, что эта волна спада пойдет, практически никаких мер принято не было, к большому сожалению, на общегосударственном уровне. Да, накачивали из бывших союзных стран гастарбайтеров, но они уехали, к большому сожалению, и больше не хотят у нас работать. Не все, не все. Не все, конечно. А то мы захлебнемся в говнах, у нас строить нечего будет, нас никто кормить не будет, нас никто возить не будет. Да, какая-то часть осталась. Но дальше, посмотрите, вот сейчас у нас весна, осенью прошлого года прошла первая новость, что к нам повезут африканских рабочих. Ой, я такого не слышал. Была эта новость, мы ее тоже обсуждали в эфире, в утренних эфирах, что нам повезут африканские. Не вопрос. Африка разная. С северной Африки. Там не уточнялось. Или с центральной Африки. Там не уточнялось. Просто на севере арабы живут. Разные люди там живут. Вопрос, кого к нам повезут. Сейчас вот третья инициатива, а давайте повезем вот этих. Давайте. Вопрос, как мы к этому подготовились. Я вам так хочу сказать. Чтобы их повезти. Степень вероятности, что они появятся, почти стопроцентная. Так потому что выхода другого нет. Причем очень много. Да, проблема состоит в том, что у нас СОО, мы воюющая страна, надо производить вооружение некому. Ну, речь не идет, конечно, о том, что негры из центральной Африканской Республики тут же станут на НТМК или Уралвагонзаводе к станкам, на конвейеры начнут металл плавить и танки собирать. Нет, конечно. Ну, вот давайте посмотрим на то. Вот история гастарбайтерства. У нас сколько времени? Секунду, Ольга. Я хочу обратиться к нашим слушателям, да и к зрителям тоже. Видеотрансляция идет на ряде соцсетей, ну, во ВКонтакте, например. Подключайтесь к нашему разговору. Звоните к нам по телефону 385-09-23. Вот как вам гастарбайтеры не только из Таджикистана и Кыргызстана, но и из Индии, Пакистана и Бангладеш. Это, как бы, некоторые из них, особенно Пакистан и Бангладеш, совсем небольшие страны, а население там запредельно чудовищное. И я вот должен вам сказать, прежде чем вы вдруг начнете изливать свой гнев, то есть еще раз говорю, вы-то сами, вы же не хотите работать. Вы хотите вести жизнь белых господ. Вы хотите гламуриться, потреблять, 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 а работать, ну, качественно, вот как шереметом, журналистом, ну, или там экономистом, юристом, в банке сидеть. Работать-то мы не хотим. И я вам что должен сказать, прежде чем, опять же, вы начнете выплескивать всю свою ненависть, эти люди себя очень сильно зарекомендовали. Вот предполагаемые гипотетические рабочие, которые к нам могут приехать из Бангладеша, Индии, Шри-Ланки, Пакистана, где они себя зарекомендовали. Последние 30 лет все, неважно, какие у них политические взгляды, все с восторгом смотрят на то, что происходит в Дубае. Сейчас у нас будет один звонок, но я договорю, в Дубае. Последние 30 лет чудеса в решете. В Саудовской Аравии, черти что, строят и происходят. Катар. Помните, который чемпионат мира по футболу недавно проводил? В Кувейте. Это все сделано руками именно выходцев из Бангладеша, Индии, Пакистана. Все вообще. Потому что в том же Дубае вот эти выходцы, они не являются гражданами, но на сегодня они составляют практически 90% населения Дубая. И вообще Арабских, Объединенных Арабских Эмиратов. 90%! Там речь не идет, правда, о том, что их всех оставят, за двух гражданцев. Нифига. Отработал контракт, честно, отработал, тяжко, жутко отработал, получил деньги, все, спасибо, до свидания. Никто не останется. Остаться можно, но там это очень сложно, там это большие деньги стоит, чтобы гражданство получить. Там надо быть крупным бизнесменом для этого. Вот. Поэтому вот такой момент. Так, у нас звонок. Здрасте, говорите. Здравствуйте, меня зовут Евгений. Я работаю на стройке частных домов. Молодец. Проблема с кадрами, она есть, да. Но проблема, все-таки, что низкие зарплаты, не от того, что работать не хотят, а от того, что очень низкие зарплаты. Это тяжелый. Физический. Очень тяжелый. Работы не хотят платить. У нас предприниматели, государства в том числе, не хотят платить. Они предпочитают. Проблема, правильно Ольга сказала, проблема это не сегодняшнего дня. Она давно возникла. И государство решило, что мы лучше довезем дешевую рабсилу в соседних республик, и не будем свою... Евгений, а скажите, пожалуйста, у вас сколько... Ну, сколько вы так плюс-минус получаете в среднем в месяц? Чистыми, чистыми. Чистыми. Я все серые практически получаю. Ну, я ж не говорю, по-белому вы получаете. Я просто вот численно... в среднем я получаю где-то, ну, 80-90. Ну, это не 30, не 40. Так, а у вас в бригаде сколько ценных иностранных специалистов, Евгений? Я работаю в месяц. Это в месяц. Что? У вас в бригаде сколько ценных иностранных специалистов работает? У нас работают узбеки, но вот зимой фактически осталось только 3-4 человека. Остальные уезжают. Да, они домой едут. Да, домой едут, потому что здесь не хотят работать. Здесь мало зарабатывают. Они уже отказываются. Даже узбеков тяжело набрать. А куда они уезжают? Что? Нет, подождите, Евгений. Вы их знаете? Они что, в Таджикистане и Узбекистане больше денег, что ли, получают? Или куда они едут? В Великобританию? Они едут в Таджикистан, они там зарабатывают. Да, там растет экономика, правда. Там потребность растет. Да, они чуть меньше зарабатывают, чем здесь, но за то же их будут с семьями. Они здесь какой-то большой заработали денег, уехали туда, полгода-года они могут спокойно жить. Все понял, Евгений. Спасибо большое. Ну, слушайте, 80-90 тысяч, это тяжкая работа, да еще в холода, я полностью согласен, что можно и платить больше, но это все-таки не 20, не 30 тысяч, сколько у нас водители троллейбусов, трамваев, автобусов и кондуктора получают. А учителя? И учителя. И у врачей тоже очень часто как бы с этим делом не очень, но это хоть что-то. Ну, вот к вопросу, мало платят. Но, Ольга, это правда или нет, что все проходные крупнейших наших промышленных уральских гигантов, да и вообще российских, обклеено, требуется, 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 и там зарплаты для токарей, фрезеровщиков там тысяч от 80-ти начинаются, а сварщиков иногда от 150-ти тысяч. Да, да, все верно. Вот, все верно. Но при этом все хотят быть экономистами и юристами. И кончается тем, что они за какие-то деньги, ничего не зная, ну, родители их заплатили, высшее учебное заведение, они условное высшее юридическое или экономическое образование получают, они никуда не пригодны, они идут в банк и за 15-20 тысяч сидят несчастных бабок, разводят на какие-то мерзотные кредиты или на, за безумные деньги, страховки этих кредитов. Безусловно, это тоже присутствует. Но не хотят идти. На завод за большие деньги работают. И речь тут стоит. Платите больше. Платят больше, не идут. Нет, на самом деле, с точки зрения больших зарплат на редких специальностях, да, это действительно существует. И да, там эти зарплаты платятся. И да, каждое предприятие... Рокарь, фрезеровщик, оператор-старковщик, пою сварщик, это редкие специальности стали в России. Давно уже редкие специальности в России это стали. Сварщик, это вообще отдельная песня. Квалифицированный сварщик, хороших, плохих сварщиков много. Это почти как председатель правления банка теперь. Да, да, вы не представляете себе. И это есть. И те предприятия, которые реально заботятся о том, да, вот эти вот, как вы говорите, ребята, которые юристы, экономисты, которые... Ну, популяризация... Профессный планктон. Да, популяризации технических профессий не было последние 30 лет. Все как раз были популяризацией юристы, экономисты. Но последние 5-6-7 лет активно популяризируются. Популяризируются. Но руками учить... Они не привлекли туда достаточно ребят абсолютно. Да и ребят было не сильно много, да. А сейчас каждое предприятие практически вынуждено создавать у себя внутри школу. Они берут с улицы и школьников, выходят на уровень школ и с этого уровня начинают учить работать руками. Любить свою профессию, любить свою страну, любить место, где я живу. Понимаете? Вот где родился, там и пригодился. Это самое ценное, что у нас было утеряно за те годы, последние 30 лет, да, в которые мы с вами живем. Мы проживаем это время. За последние лет 35, я бы сказал. Да, 35 уже, наверное. Я все на 30 привыкла, да. Вот 35, наверное, уже даже, да. Поэтому эта проблема и создалась. Но другая проблема сейчас, на самом деле, вот повторюсь, я начала говорить про то, что сколько проблем миграции у нас существует из бывших стран СНГ? Ну, больше 20 лет. Больше 20 лет. Лет 25. И помните моменты, как мы учились, научались работать с миграцией, да. Сначала на уровне авиров, да, там происходили определенные действия, как их оформлять, что делать. Потом мы начали их учить языку, да. Потом мы начали учить их культуре, да, мыться иногда даже, да, прибирать за собой, стройплощадку в порядке содержать. Понимаете? Да. Да, ну то есть есть определенные... Сейчас нужно получить лицензию, там, по русскому языку на то, чтобы ты имел право на работу, да. Мы за 20 лет прошли вот этот путь. И те, которые сейчас к нам поедут, они уже поедут в определенную систему. Но будет ли достаточно этой системы, я не знаю. Почему? Потому что мы привыкли работать с кем? С узбеками. Мы знаем их национальные особенности. Да. За 20 лет мы их уже изучили. Мы с китайцами работали. Китайцев когда-то возили. Китайцев мы знаем, знаем их особенности. Прекрасно выучили, даже прямо на производственных площадках. Ну, подавляющее большинство из них уже больше 20 лет назад уехали. Ну, кроме зачем? Каджики. Каджики, киргизы. Мы знаем их национальные особенности. Знаем. Да всегда знали еще. Знаем ли мы национальные особенности? Пакистанцев. Пакистанцев. Индусов. Индусов. Шри-Ланкицев. Нет. Мы их не знаем. И в этом будет основная проблема. Потому что эти люди, кроме того, что они приедут работать, они должны будут здесь социализироваться. Как они будут здесь социализироваться? Мы не знаем. Кто будет организовывать их социализацию? Они ведь будут по улицам ходить. Вот эту интеграцию, международный менеджмент, так называемый, ее никто не отменял. Кто этим будет управлять? Ну, вот смотрите. Я не знаю на предмет социализации, как социализируются вот эти гастарбайтеры. Они же не на год приезжают, а некоторые лет на пять, на десять контракты заключают. В Дубай приезжают строить, в Саудовскую Аравию, в Катар. Я не знаю, как они социализируются. Они тяжко работают, знаю. Практически без выходных. Семь дней в неделю, часов по 12-13 часов. 14, а учитывайте, там, пять месяцев в году в том же Дубае с мая по сентябрь, а то и дольше там температура, плюс 50. А на солнце, наверное, плюс 100. Вот. И они пашут во все это время и живут в резервациях. Живут они не очень кучеряво, там, прямо скажем. Но по деньгам их никто не обманывает, как в России. Никто не бросает. Там с этим очень строго. Если какой-то олигарх забалуют, его там тут же распнут местные власти. Теперь мы про условия. Нет, Ольга, я хочу сказать, их огромное количество, их гораздо больше, чем местных жителей. И при этом они не прыгают. Давайте поедем в Катар, поучимся, как они это делают. А как они это делают? У нас очень жестко, последние, очень упрямо в последние годы нашу страну называют уже авторитарной, тоталитарной. Не смешите меня. Ребят, я скажу вам, это абсолютно неправда. Мы живем очень свободно. У нас очень свободно, очень демократическое и очень у нас демократические либеральные законы. А вот те страны, которые перечисляют куда, ну вот Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские, там жесточайшие полицейские режимы. Это диктатура. И вполне, ну давайте назовем так, ну помягче, это наши союзники сейчас. Зачем их диктатуру? Нет, диктатура не в отрицательном смысле. Это диктатура правил. Вот есть правила. И диктатура закона, да. Шаг вправо, шаг влево за эти правила. В том числе для белых людей. Да. Вы хотите оттопыриться, публично бухать, употреблять наркотики, у вас мгновенно наступят очень серьезные проблемы. И там себя держат в руках. А здесь нет. То есть, смотрите, там ничтожное количество населения в Арабских Эмиратах, 10 процентов, умудряются контролировать вот эту дикую вольницу, которая к ним приезжает из пустынь, гор и джунглей. Они их контролируют. И никто там не прыгает. Нет, какие-то мелкие беспорядки бывают, но это вот не то, что мы каждый день можем смотреть по 2-3 роскошных видео только одной из Москвы публичных массовых драк мигрантов, как правило, друг с другом. И с местным населением, с москвичами, уральцами. Там ничего этого нет. У нас все больше новостей на эту тему. Последнее время особенно. Да. У нас их просто запредельное количество. Может быть, это умышленный вброс. Плюс журналисты понимают, что людям нравится эта тема. Они кликают, это заходит. И они стараются больше и больше. Я просто боюсь чего? Что у нас очень демократичное и либеральное законодательство, как в Европе и Соединенных Штатах Америки. И там же тоже хотели повторить опыт Дубая, Саудовской Аравии. Правда, они начали завозить гастарбайтер всего лишь 30 лет назад, а эти уже лет 70 завозят. У них ничего не выходит. Все эти люди приезжают, все эти ценные иностранные специалисты. И очень быстро, как бы, они приезжают не для того, чтобы там работать на промышленных предприятиях, управлять станками ЧПУ. Они очень быстро уходят на фриланс. Становятся безработными гангстерами, наркоторговцами, курьерами-доставщиками, таксистами. Если надо, они вам теоретическую физику будут преподавать. Тут же ремонт вам делать в квартире. Потому что пособие безработицы, у них огромное. Нет, у них там вообще расслабуха. Они содержат иждивенцев. Там, по сути, за этим едут. У нас чуть получше с этим ситуацией. У нас нет проблем перед этими странами. Мы их в рабство не захватывали. Слава Богу. Мы колонии не устраивали, мы их не истребляли, мы им руки не рубили, как бельгийцы за плохую работу на рудниках. Детям причем рубили руки уже в 20 веке. У них комплекс вины. Они пытаются ретранслировать и нам. Мы же все вместе с вами негров несчастных угнетали. Мы с неграми не участвовали. Приехали, работайте. Но контроля, как в Саудовской Аравии и в Арабских Эмиратах, у нас не было и, судя по всему, не будет. Мне говорили специалисты, что разработаны давным-давно достаточно жесткие законы, что приехать только можно по заключенному жестко контракту на строго определенное место. Отработал, до свидания. Соскочил, немедленное выдворение, ну, вот, как в этих бесконечно перечисляемых странах, Саудовская Аравия, Дубай, ну, или вообще тюрьма сразу. Вот. Но в силу демократичности и либеральности нашей страны мне представляется, что это будет невозможно. И что вот все эти прекрасные люди из Африки, из Бангладеш, они идут тут же на фриланс. Как вам? Вам не так, ну, кажется? У нас еще безлаберность сильна, кроме демократичности и либеральности. О, мне кажется, арабы уже такие же, как и мы. Так, конечно, мы в этом, наверное, найдем общий язык, но этого ли мы хотим? Культура правил должна быть, и правила должны соблюдаться. Поэтому, если разработать эти правила, я думаю, что они разработаны, давайте внедрим. Они лежат, их не принимают. Давайте внедрим. Спецы, которых я спрашивал, причем высокопоставленные. Например, я общался с Кириллом Кабановым, который является членом Совета по правам человека при президенте России. Он говорит, олигархи, особенно строительные, лоббируют все это дело, и ломают, и не дают Госдуме с помощью денежки принимать эти законы. Потому что они кровно заинтересованы во всем этом деле. Ну, не знаю, чем они могут быть заинтересованы. Им по факту нужны продуктивные сотрудники, работники. Да. Почему эти сотрудники не должны жить по правилам, я не понимаю. В чем интересно? Нет, они должны жить по правилам. Ну, я вот, кстати, не знаю, а почему вот жестко нельзя установить контроль? Я не знаю. Я тоже не понимаю. Нет, я понимаю, почему им нужны узбеки, таджики, индусы, бадгладеши, потому что им можно поменьше платить, чем наши. Рабочая сила дешевле, Но наши, даже за деньги-то не хотят работать. Ну, бог с ним, оставьте вы их уже, пусть эти к нам приедут, мы предлагаем работу. Мы можем предлагать работу нашим, можем предлагать работу чужим. Нам же результат важен в конце, чтобы работа была выполнена. Если ты делаешь работу лучше, как китайцы, на чем поднялось экономическое чудо? Ольга, нам сейчас надо прерваться на новости, но мне кажется, нам не только нужна качественно выполненная работа, но чтобы барагоза не было. Но к этой теме мы вернемся через несколько минут. Да, рулит, спорит и ругается. Высочайшая степень вероятности, что в этом в 2024 году на Урал, может, в середине года, может, ближе к концу года практически 100% в обязательном порядке появятся гастарбайтеры из Индии, Пакистана, Бангладеш и Шри-Ланки, ну, из многих других замечательных азиатских стран, в которых живет гигантское количество населения на крохотной территории. Если есть, что по этому поводу сказать, если у вас какие-то по поводу эмоции, звоните к нам в студию по телефону 385-09-23, код Екатинбурга на всякий случай 343, а в студии мы эти проблемы обсуждаем с экспертом по управлению людьми, управляющим партнером компании HR-лидер Ольгой Чебыкиной. Ну, мы уже успели обсудить какие-то эти нюансы, почему, зачем и куда. И, кстати, вот, так, у нас звонок в студии, а я хотел сказать несколько добрых слов в адрес таджиков и узбеков, но обязательно скажу сначала звонок. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Да, здравствуйте, меня зовут Андрей в Екатеринбург. Лично мое мнение по поводу завоза рабочей силы, я так понимаю, что нашим большим предпринимателям нужна только дешевая рабочая сила. Только дешевая, неквалифицированная, только дешевая, и именно только поэтому делаются всякие завозы гастарбайтеров. По-другому никак. Не то, что там не хватает наших рабочих рук, не то, что мы не хотим работать, это все не так. Мы не хотим работать за дешевую зарплату. Андрей, а вы кем работаете? Зарплату никто не хочет. Я, в принципе, в строительной сфере работаю. Так, ну, строителем или вы экономист, прораб? Нет, я не экономист, я работаю, можно сказать, руками и головой. Понял. А какая у вас зарплата? Ну, средняя у меня выходит 80-90, да. Ну, понял. То есть, к нам Евгений звонил, тоже со стройки, и тоже у него, примерно, такая же зарплата. Ну, понятно. Спасибо, Андрей, но вот смотрите, директор-то, наверное, в этой строительной фирме, что Евгения, что Андрея, наверное, не англичанин ныне узбек, а русский. То есть, директоров нам хватает. У нас просто население. Ну, вот говорят, нужны для грязных работ. Да, мы не хотим выполнять грязную работу давным-давно, мы не хотим подметать свои улицы, мы не хотим убирать за собой говны, мы не хотим строить дороги, мы не хотим их ремонтировать, мы не хотим, ну, правда, опять же, нам звонят только со стройки, но тем не менее, и строить мы не хотим, и в цехах мы не хотим, ну, вот посмотрите на меня, на нашу реметку, вот, поучился немножко после школы, в вузе бросил, чуть-чуть, несколько месяцев, 7-8, поработал на заводе, оператором станков, ЧПУ, пошел в армию, там очень много, и тяжело трудился, а потом, не-не-не, в университет, ну, правда, в университете я был и сторожем, и дворником, и кочегаром, ну, так, а так журналистом, сидеть в теплом офисе, Ольга тоже, наверное, только на заре своей... Ну, на самом деле, начинала я в 14 лет почтальоном, любой труд почетен, так говорили в моей семье, потому что мой дед работал на заводе, моя бабушка работала в столовой в сфере питания всю свою жизнь. У меня рабочекрестьянское происхождение. А мама с папой у меня... Ну, правда, мама с папой уже не были рабочими. Мама с папой доктора, но, тем не менее, дедушка с самого начала, независимо от того, что он был без семьи, он был беспризорником, он воспитывал нас так, любой труд почетен, работать должны все. Нифига себе. И в семье в том числе. И дети сажать картошку, убирать, выкапывать, все это делать, мыть, собирать грибы, ягоды, это еще в советский период, потому что мы все работаем на общий результат. Нас так учил дед. Сейчас такое воспитание уже, Ольга, у подавляющего... Так я говорю, что мы это все потеряли. Ольга, у нас звонок. Здрасте, говорите, вы в эфире. Алло. Да, слушаю, говорите, вы в эфире. Да, здравствуйте, меня зовут Роман, вот, я хотел бы высказаться по поводу зарплаты, в частности, в строительной сфере. Значит, работал монтажником на стройке высотки, вот то, что сейчас идет вот по городу, и зарплата 40 тысяч на руки. Ой. Это пятидневка, с восьми до пяти. Ну, если по желанию, можно выходить там в субботу, то есть это все платится. Вот, но хотел бы сказать по условия, то есть условия, ну, улучшить, надо все это. Первое, это и туалет, и руки помыть, то есть, ну, вот так вот. Понял. Не, в наши морозы, у нас в этом году суровая зима была, что-то 40 тысяч на высотке, собирать эту высотку, это как бы, это как бы, это не много, да. Хотя, может быть, за 20 тысяч или за 25 тысяч перед чокнутыми этими зумерами в качестве учителя выступать, которые умышленно тебя разводят на эмоции, у всех в руках телефона, чтобы вовремя снять твой, взрыв твоего мозга на телефон и выложить в соцсети. Да, Ольга, в этот день три таких видоса бывает. Так, я хотел сказать несколько добрых слов в адрес наших ребят. Для меня вот это, ну, по сути, ну, не то, что это русские люди, но я советский человек, я с ними служил, со всеми в армии, у меня не было никаких конфликтов с ним, ну, по поводу добрых слов узбеков, таджиков, киргизов, ребят, я вот тут наговорил добрых слов про индусов и пакистанцев, которые к нам хотят приехать, которые, например, в Дубае своими руками построили чудо света, километровый небоскреб бурдж-халифа, бурдж-халифа и что-то подобное там продолжают. В Саудовской Аравии там двухкилометровый небоскреб, их руками собираются строить, и они их устроят. Это к вопросу, до какой степени они квалифицированы. А, слушайте, а вот Москва наша, это же реально самый благоустроенный, самый удобный город в мире. Ну, Питер чуть покрасивее в силу ряда обстоятельств, ну, и Москва прекрасна. Чьими руками это все сделано? Турки много в Питере строили и в Москве очень много. Ну, что-то на начальном этапе. Очень много строили. Ну, кто, ну, что, разве не таджики, узбеки и киргизы строят вот Москва-сити? И они тоже. Вот этот лес небоскребов. А наш город, разве не их руками, вот Екатеринбург из унылого, захолустного города, в котором можно только тяжело жить и, нет, тяжело жить и работать, превратился в такую ультрасовременную, ну, особенно в большом центре мегаполис. Их руками. Так, у нас еще один звонок. Здрасте, говорите вы в эфире. Здрасте, меня зовут Алексей. А вот кто сюда поедет-то с таким курсом доллара? Вы эту тему не застрянули? Ой, слушайте, Алексей, они там живут на один доллар в день. в большинстве этих стран, большая часть населения. И если мы им даже будем платить три доллара в день, что нечестно и несправедливо, приедут, приедут. Там огромное избыточное население, они живут жутко тяжко, земли очень мало. Там огромное количество нищего населения. Вот. Это вот к вопросу, ну, за кого? А что? Ну, вот у нас такое нехорошее соотношение доллара к рублю. И что? Вот мне бросить работу журналистскую и не работать, я же этого не сделаю, буду работать. Что? А что мне этот упирался курс? Ну, вот серьезно. Вот что он мне упирался этот курс? За границу как бы я особенно не собираюсь, ну, наездился. Но если соберусь, ну, коплю там несколько копеек. Вот. Поеду. Меня, знаете, какой вопрос занимает? Вот мы говорим сейчас про Дубай, про Арабский Эмират, про Катар, где они замечательно так строили. А ведь в той новости, которая прошла, которую мы сейчас обсуждаем, господин Антонов там написал пока, что нет ни одной заявки. Ну, то есть мы не понимаем, какое количество и какое качество персонала нам нужно. Мы только рассматриваем гипотетически сейчас страны, которые готовы... Да, у нас не хватает 100 тысяч в регионе рабочих рук. А давайте привезем кого-то, таксистов, наркоторговцев. Да, мы не знаем пока это. И здесь будет очень многое зависеть от того, что в самих этих странах та квалификация, которая, допустим, нужна Уральскому региону, если мы говорим про заводы, с большей степенью вероятности эта квалификация не существует, потому что это не промышленные страны, как мы с вами говорим. Там есть промышленность. Там есть, но в каком объеме есть эта промышленность и в какой квалификации эта промышленность? У нас сейчас очень обновилось все производство. Понимаете? Какие люди к нам поедут? Каким образом они это будут эксплуатировать? То есть им нужны будут учебные центры, безусловно, потому что и их... То есть мы получим с вами физический ресурс, который имеет свою культурную особенность. Каждая из стран имеет свою культурную особенность. Они имеют свою квалификационную особенность, речевую особенность, и кто-то с этим должен будет работать. Но по факту, вот я сейчас что вижу, то пою, должен быть учебный центр. Вот если мы там 100 тысяч привозим, мы туда их загружаем. Если мы узбеков и таджиков не построили, уж до каких индусов? На каком языке с ними коммуницировать? Я не знаю. Какое количество переборчиков индивистов и язык у нас надо? Еще раз. Они построили кучу чудес света в тех же Дубаях. Ну, например, Бурж-Халиф, которая почти километр высотой. То есть, квалификация-то у них есть какая-то? Я не уверен, что их кто-то учил. Смотрите. Их там десятки тысяч людей работают. Нам поедут те, которые там работали, в Арабских Эмиратах? Нет, там с нуля этих людей, брат. И воспитывали, привозили и воспитывали. Вот, кто воспитывает? На каком языке они говорили? Они арабские, не знают все эти люди. Кто воспитывать будет? Кто будет воспитывать? Ну, согласен. Да? Как это будет внедряться? Это большой риск. И это должно быть продумано на сегодняшний день. Еще один звонок. Как у нас сегодня популярный? Ну, люди, я не знаю, что они боятся. Здрасте. Говорите. Здрасте. Меня Юрий зовут. По поводу работников. Сейчас я привлекаю, по работе бывает. Юрий, а вы радио отключите, а то там замыкание идет. По звуку. Ага. Угу. Я привлекаю на работу и таджиков, и узбеков, например. Сейчас, чтобы ему туда приехать, ему нужна зарплата, ну, тысяч 60-70, это вообще минимум. Да. Впрочем, взращивать молодежь к рабочим профессиям как-то... А вы кем работаете? В качестве кого? Вам зачем таджики-узбеки за такие деньги? Ну, я так скажем, они оказывают свои услуги, для меня, для моих клиентов. Что-то Юрий Туманов напускает. Ладно. А пакистанцы, Бангладешцы, Юрий, как сработаетесь? Не-не-не. Что нет-то? Почему нет-то? Не-не-не. Таджики, с узбеками, хоть мало-мало русские понимают. Интегрированные они с нами. Родился, родился у себя, учился, потом родители немножко там где-то с ним говорили, он хотя бы понимает что-то, его менталитет... Советская интеграция. Слушайте, Юрий, вот вы, Юрий, любите в Дубай ездить, а все для вас там построено, и вас обслуживают? Я не люблю в Дубай ездить. Ну, хорошо. Я не знаю, куда вы любите ездить. Ну, с вами там тоже ведь иностранцы работают, которые часто русского языка не знают. И что? Ну, они быстро его очень учат. То есть, узбек, который приехал, если ему надо выучить русский язык, не надо для него строить там школу. Если он его выучит там за год примерно, работая здесь. А если он его за год не выучил, то он его и не выучит ни в каком образовательном центре. То есть, ему говоришь, вот выучишь русский. Русский язык будет у тебя плюс там 20 тысяч в зарплате. И вот у меня есть такие реальные примеры. Человек-попа выучил русский язык. Мало того, узбек выучил таджийский, не знаю, язык, чтобы руководить таджиками, потому что... Хорошие ребята. Понял, Юрий, спасибо. Ну, кстати, по поводу языка. Ребят, учитывайте, что индийский санскрит там огромное... Один из самых сложных языков. Возможно. Только русский язык тоже один из самых сложных. И у санскрита, у русского гигантское количество общих слов. Вот просто одинаковые слова, которые произносятся одинаково. Сотни слов. Базовых слов. Которые обозначают одно и то же. Это вот к вопросу. Другое дело, что, конечно, санскрит, это... Нет, это реальный язык, но, скажем так, в Индии из полутора миллиардов на санскрите говорит малое количество людей. Вот слышали вот этот... Господи, как у них Голливуд? Болливуд. 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 Так я вам хочу сказать, что в большинстве штатов индийских никто не смотрит болливудские фильмы, снятые в Бомбее. Ну, сейчас Мумбай называется. Почему? Потому что у них свои Голливуды находятся. И снимается там на таких языках, что там ничего общего с санскритом и между собой. Ну, вот соседние штаты, а люди там в Индии говорят на языках, которые соотносятся как русский с китайцем. А каких нам повезут? Каких нам повезут? На каком языке они будут говорить? На каком диалекте? На русском. Моя твоя, понимай. Лопатка, брать с ней, кидать. Вот сейчас очень хорошая тенденция, наш слушатель с вами нам обозначил. Почему он, когда вы спрашиваете его, почему вы предпочитаете этих вот тем, которые гипотетически к нам поедут? Он говорит, так они по-русски хоть чуть-чуть понимают. И это не только про язык. Они же интегрированы как часть Советского Союза бывшего. Они все равно, мы с ними, они с нами, в какой-то степени интеграция сохраняется. И более чем 70-летняя история совместной жизни, что называется, она вносит свои коррективы. 150-летняя, давайте так. Не надо мерить только Советский Союз и еще Российскую перерыв. с теми странами объединяет? Что общего между пакистанцами, индусами и бангладешцами у арабов на Аравийском полуострове? Религия индуистов и христиан они туда не возят. Вот из Индии, например. Только мусульман. Но Пакистан и Бангладеш А мы кого повезем? Мусульман? Мусульман или христиан? Мусульман и христиан повезем. Почему? Мы можем одно и другое. Тут проблема, смотрите, почему мы их повезем. Узбеки и таджики тоже мусульмане, это раз. Да. Мы умеем этих приезжих людей, вот хотя бы по религиозной части, хоть что-то умеем интегрировать. А индуисты в чистом виде, мне кажется, к нам не поедут, потому что им все пофиг. Это общество, которое состоит из каст, и там очень жесткое условие, очень удобную религию, как сказал великий русский поэт Высоцкий, придумали индусы. Там вот если ты прыгаешь и пытаешься повысить свое благополучие, тем более не дай бог перебраться из одной касты в другую, это все. То есть сансара дает сбой, и в следующем реинкарнации ты тараканом станешь. В лучшем случае свиньей. Вот так им говорят. Они верят в это. Поэтому прыгать и дергаться не надо. Ну, ищи, ищи, значит, счастье неси. Будешь хорошо работать нищим, может быть, повезет. В следующий раз. В следующей реинкарнации ты родишь в семье говночерпев. А потом плотников. И будешь бабом сотни лет пока. Сотни лет пока помрю. Да, ну, постепенно твой статус будет повышаться через несколько тысяч лет. прокастовость, это очень хорошо. Вот смотрите, у нас вообще-то сейчас в университете, в разных университетах, у нас огромное количество иностранных студентов. И мы даже на улице... Индусы, пакистанцы, шри-ланкийцы, бангладыцы. есть. Они есть, они учатся русскому языку, ну, типа они вот станут мастерами и прорабами. Вряд ли мастерами и прорабами, потому что вряд ли высшие учебные заведения отправляют тех, кто потом будет работать... мастерами... Толбачами и переводчиками. И так вот высшая каста, да, индийская, да, которая отправляет, она отправляет учиться в университеты к нам, да, потому что у них там, да, переполненность, да, они отправляют учиться своих детей по всему миру. Вот они отправляют. Но эти ребята не пойдут работать на стройку, да, они не пойдут работать операторами ЧПУ, безусловно. Но они есть, да, ну, то есть вот эта интеграция тоже происходит. Они у нас живут. Я с индусами достаточно продолжительное время в своей молодости работала, они достаточно хорошо ассимилируются везде. Они очень предприимчивая нация. Вопрос, чтобы эта предприимчивость, да, не играла против нас, да, та предприимчивость. Как она может сыграть? Ну, вот как в Москве когда-то, да, армянская Москва. Ага. При... Азербайджанская Москва. Азербайджанская Москва, да, и вся вот эта вот интересная история, да, которая случилась и которая закончилась с уходом Лужкова, да, началась перестройка. Как они нас ассимилировали, или мы их? Вот китайцы, они нигде не ассимилируются, они ассимилируют под себя. Что будет с этими людьми, которые к нам приедут? Смотрят ли на эти вопросы те, кто планирует их сюда привезти, да? Ну, про культурные различия я молчу. Мы достаточно хорошо сейчас интегрируем индийскую культуру, буддийскую культуру. Мы интегрируем, да, у нас даже буддийские храмы есть на минуточку, да, где можно соединиться с Богом. Да, у нас есть много всего. индусы, нам не приедут буддисты. Буддистов нет в Индии. Там она зародилась, эта религия, но буддистов там практически ни одного нет. Ну, все равно, любая культура, да, мы на самом деле достаточно многонациональны. Екатеринбург очень многонациональный город, как когда-то был Нью-Йорк, ну, то есть туда стекалось все. Вопрос, повторюсь, мы ассимилируем под себя, ну, то есть мы работаем по какой-то программе, которая им говорит, здесь работают наши правила, как в Арабских Эмиратах. Или нас под себя будут ассимилировать? Мне кажется, мы не в состоянии так жестко поставить этот вопрос. Я не знаю. Что же мы с этим будем делать? Мы выжить-то хотим, понимаете? Хотим, но вот условия, есть такая точка зрения, а что дергаться-то? Ну, вот что, ну, пусть у нас поменьше чуть фабрик будет, пусть у нас поменьше чуть жилья будет строиться. У нас тут, по некоторым данным, то ли 15, то ли 30 тысяч построенных квартир, не то, что не заселено, они даже не проданы. То есть, строят и больше, и больше, и больше. Да, наш девелопмент развивается. Вот, но эти квартиры не продаются, а им все равно все хорошо, у них денег хватает, чтобы еще более амбициозны, еще большие человейники, пусть они пустые, да и пофиг стоят. когда это закончится, чуть-чуть квартир... вон уже второго застройщика банкротит, крупного. Ну, там есть какие-то слухи про города-миллионники, которые построены, но там никто не живет. Да, да, да. Вот, и строят, и строят, и строят, и строят. Немножко квартир продали по космическим ценам, и хорошо, и хорошо, можно не спеша по одной-две квартирки в месяц в каком-то огромном человейнике продавать, и все равно в прибыли находиться. А в человейниках не рожают, вы знаете? Знаю, плюс говорят, квартиры становятся по размерам все меньше. Так, все упирается-то на самом деле, Ольга, не в таджиках, у узбеков, что там курс какой-то не тот, что сволчи, они там хотят жить со своими семьями, что у них там что-то там хорошо стало и у них там развиваться промышленность. Проблема, мы не рожаем, и насколько я собираюсь, не собираемся рожать ни мужики, ни женщины. Не хотим и не будем этого делать. Почему? Потому что тяжело. А проблема в мозгах. Тяжело. А мне кажется, не тяжело. Что значит тяжело? Есть тут такие феминизированные женщины, они так заведутся, говорят, рожают в России только бомжи и миллиардеры. Фигня. Фигня. Ну как фигня? Есть куча нормальных людей, которые рожают, но сколько стоит воспитать ребенка? Вы же знаете, сколько стоит воспитать ребенка? Астрономические суммы. Вот для нищебродов, вот чуть ли не до бомжей, когда все руками, его даже нельзя памперсы один купить, сто тысяч, с нуля до года. Вот те, кто побогаче, 200 тысяч. Ну, а олигархов там полмиллиона плюс начинается. Где такие деньги, вот даже средний класс, 200 тысяч, откуда взять? У нас на детях-то, у нас детские штаны могут гораздо дороже взрослых штанов стоить. Это что такое? У нас заточено на извлечение прибыли на детях. Все заточено на извлечение прибыли, потому что мы с вами живем в капиталистическом обществе до сих пор. Будем ли мы жить в каком-то другом строе, это уже другой вопрос. Но сейчас это так. Ольга, ну что делать? У нас осталось две минуты. Что делать? Женщины и мужики русские не хотят рожать и не будут они рожать, чтоб не делали. Им бабки астрономические платят за то, чтобы они нарожали. Не хотят и не будут. Хотят потреблять. Когда потребляешь, меняешь безостановочные телефоны и машины даже во время СВО, не до детей. Иннокентий, я с вами не согласна. Мы должны закончить свой эфир на позитивной ноте для наших слушателей. Ну попытайтесь. Потому что рожать будут во все времена. Много или мало. Потому что естественная потребность любого человека продлить себя во времени. Дети – это наше продолжение. И это прекрасно. Одного ребенка мало. Безусловно. Одного ребенка мало должно быть минимум два. Двух тоже мало. Двух мало. Два с половиной хотя бы. Хорошо. Пусть будет два с половиной. Чтобы они умели общаться, чтобы они создавали группы, чтобы они создавали сообщества и чтобы они меняли этот мир. Мы у себя сейчас меняем этот мир. Наши дети будут менять этот мир дальше. В лучшую сторону. Независимо от того, каких это денег стоит. А чтобы это началось, нужно создать условия для того, чтобы люди рожали. Это понятные условия. Жилье, инфраструктура, если мы говорим про город, доступная инфраструктура, чтобы мы могли жить и развиваться. Пока в настоящий момент... Ольга, ваша прабабушка без всякой инфраструктуры и без роскошных квартир и без высокой зарплаты, ну, я в широком смысле, ваша, наша и моя, они по 10 детей рожали. У них контрацепции не было. Они бы не рожали. Поверьте мне, если бы они были в палачу. Нет, тогда пенсии не было. Поверьте мне. И количество детей, это было обязательное условие, чтобы нищим не превратиться... Это тема для отдельного эфира. Безусловно. Потому что философия отношения к детям критически изменилась за последние 100 лет. Ну, что, Ольга... Поговорим об этом в следующий раз. Это другое. Мы обречены. Контрацептивы не отменить, не запретить. Мы не обречены. У нас все будет хорошо. Кремлевская мечтательница Ольга Чебыкина. Ну, в общем, ребят, готовьтесь. В этом году пакистанцы, индусы, бангладешцы приедут. Ну, главное, чтобы вот они на фриланс не ушли, чтобы они курьерами не стали таксистами и наркоторговцами. Спасибо за внимание. Пока. Шеремет рулит. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую.